Всем привет, дорогие друзья! Бонжуа Туз! Добро пожаловать на уроки по французскому языку. Вот сразу же, как вы догадываетесь, сходу я записываю это видео после прошлого записанного мной видео, где я призывала вас, пока есть возможность пользоваться бесплатными курсами онлайн и также бесплатному доступу к учебникам от разных издательств, в частности от издательства клиентов Националь. Поэтому обязательно посмотрите это видео, пока доступ еще бесплатный и воспользуйтесь этой возможностью. Profitez de cette occasion! Ну а мы с вами переходим к видеоуроку и, как вы поняли уже, видеоурок будет на тему глагола chercher. Возвращаемся к формату того, когда мы берем с вами одно слово и рассматриваем кучу его разных значений. И вот, наверное, думалось, ну chercher, что тут можно сказать? И даже тем, кто не изучает французский язык, многим знакомо выражение chercher la femme, что означает ищите женщину, выражение, которое пришло к нам от Александра Дюма, потому что когда-то в своем романе он несколько раз из уст одного из персонажей повторял Везде обязательно замешана какая-то женщина. Как только мне приносят рапорт, отчет, я сразу же говорю, ищите женщину. Ну то есть говоря о том, что даже если мужчины совершают какие-то странные поступки, то всегда тут где-то что-то нечисто замешанная женщина, попахивает сексизмом. Но речь не об этом. Сегодня речь пойдет о глаголе chercher и, конечно, в первом значении это искать. Ну, наверное, не стоит долго останавливаться на таких фразах, как Qu'est-ce que tu cherches? Что ты ищешь? Или Je cherche mon stylo. Я ищу свою ручку. Qui cherche trouve? Кто ищет, тот найдет. Je te cherche partout. Я тебя искал повсюду. Ну, в общем, это все ясно и понятно. Также, конечно, шершее может употребляться в значении искать, как и в русском языке в таких фразах, как искать неприятности. То есть это не что-то специально вот сидеть и физически искать, а вот в фигуральном значении в двух наших языках, в русском и во французском, эти фразы совпадают. Например, Также, помимо слова «les problèmes», вы знаете, что за неприятности также отвечают слово «les ennuis». Например, Je ne veux pas y aller sans leur permission. Pourquoi tu cherches toujours les ennuis? C'est insupportable. Я не хочу туда идти без их разрешения. Почему ты всегда ищешь неприятности? Это просто невыносимо. Je ne veux pas y aller sans leur permission. Pourquoi tu cherches toujours les ennuis? C'est insupportable. Следующее выражение, это выражение, которое мы с вами разбирали когда-то давно, уже даже страшно представить, когда это было. Но, в общем, выражение «aller chercher» или «venir chercher», что означает «прийти за кем-то, либо за чем-то», либо «пойти за кем-то, либо за чем-то». «Vas cherches tes affaires?» «Сходи за своими вещами», «принеси свои вещи». «Vas cherches tes affaires?» Ну, мы по-русски не говорим «иди поищи свои вещи», это звучит очень странно. А вот французы так говорят, причем очень и очень часто. Ils m'ont gardé la voiture 3 mois, mais c'est le responsable Volkswagen qui vient me chercher pour aller chercher ma voiture. «Je viendrai te chercher demain». «Я приду за тобой завтра». «Je viendrai te chercher demain». «Я приду, тебя паищу». «Я приду за тобой», мы говорим. «Я приду за тобой завтра». «А quelle heure вы allez chercher les enfants à l'école?» «В котором часу вы приходите за детьми в школу?» «А quelle heure vous allez chercher les enfants à l'école?» Ну, или вот последний пример. «Илитар, tu pourrais venir me chercher chez Marie, s'il te plaît?» «Уже поздно, ты мог бы приехать за мной к Marie, пожалуйста?» «Илитар, tu pourrais venir me chercher chez Marie, s'il te plaît?» «Ты мог бы приехать за мной к Marie, чтобы меня забрать?» Вот еще одно значение глагола «chercher» в конструкции «aller chercher» и «venir chercher». Подождите, это же разминка, вы понимаете, дальше у нас все интереснее. Дальше выражение, которое я очень люблю, звучит оно как «chercher la petite bête» – «искать маленькое животное», если дословно, а значит это придираться. Как написано в словаре, «être extrêmement meticulous», быть максимально педантичным. Ну, короче, придираться, «chercher la petite bête». «Cерcher la petite bête», donc, entre-temps, est passé du pluriel au singulier, et aussi du sens propre au sens figuré, et veut dire «chercher coûte que coûte une erreur pour justifier quelques sanctions qu'on veut infliger à quelqu'un. Например, «c'est toujours plus facile de chercher la petite bête et d'embêter tout le monde que de travailler et d'essayer de faire quelque chose soi-même». Конечно, намного проще всегда кому-то придираться и задалбывать кого-то, чем работать и стараться сделать что-то самому. «C'est toujours plus facile de chercher la petite bête et d'embêter tout le monde au lieu de travailler et d'essayer de faire quelque chose soi-même». Ну, или вот еще пример в диалоге. «Regarde, elle n'a pas rempli cette lacune!» «Bon, ben, écoute, c'est pas la peine de chercher la petite bête! Ne sois pas méchant!» «Посмотри, она не заполнила этот пропуск!» «Не, ну, послушайте, ну, не надо же прям так придираться, не будь таким противным!» «Mais, regarde, elle n'a pas rempli cette lacune!» «Bon, ben, écoute, c'est pas la peine de chercher la petite bête! Ne sois pas très méchant!» В общем, вы поняли, «chercher la petite bête» это «искать маленькое животинку маленькую!» Ну, то есть придираться, найти к чему бы придраться. «Chercher la petite bête!» Едем к следующему фразеологизму, который тоже мне очень нравится. Звучит как «Chercher midi à quatorze heures!» Что означает дословно «искать полдень в четырнадцать ноль ноль!» «Искать полдень в два часа дня!» А вот по смыслу это очень похоже на русское слово «мудрить». Вот не надо мудрить. Почему ты всегда пытаешься мудрить? «Pourquoi tu cherche toujours midi à quatorze heures?» То есть попросту ломать себе голову, мудрить на ровном месте. «Отременди, faire d'une chose simple quelque chose de compliqué. Делать из чего-то простого что-то очень сложное.» «Chercher midi à quatorze heures!» «Sais-tu ce que ça veut dire?» «L'expression signifie aujourd'hui aller chercher quelque chose là où elle ne se trouve pas ou encore créer des problèmes là où il n'y en a pas.» Возьмем несколько примеров. «Пourquoi chercher midi à quatorze heures alors que de simples excuses contenteraient tout le monde?» «Зачем tout мудрить если обычные извинения vous удовлетворили всех?» «Пourquoi chercher midi à quatorze heures alors que de simples excuses contenteraient tout le monde?» «Пourquoi l'entreprise a-t-elle fait faillite?» «Пourquoi la peine de chercher midi à quatorze heures?» «Les produits ne se vendaient pas?» «Почему предприятие объявило банкротство?» «Над этим вопросом мне нужно даже ломать голову» «Продукты не продавались» «Пourquoi l'entreprise a-t-elle fait faillite?» «Пourquoi la peine de chercher midi à quatorze heures?» «Les produits ne se vendaient pas?» «Je préfère atteindre les résultats sur le site officiel que chercher midi à quatorze heures» «Я предпочитаю дождаться результатов на официальном сайте чем мудрить, чем ломать голову» «Je préfère atteindre les résultats sur le site officiel que chercher midi à quatorze heures» Ну и мы добрались к самому, как по мне, интересному и самому, как по мне, необычному значению. Если вы вдруг не обращали внимания, если мы говорим глагол chercher, после него ставим предлог «а», и дальше ставим инфинитив, глагол «искать», полностью меняет свое значение, а именно приобретает значение «пытаться что-то сделать», намереваться что-то сделать, стремиться что-то сделать. И чаще всего вы можете услышать такие выражения, как «Не cherche pas à le comprendre» «Не пытайся его понять» «Не cherche pas à le comprendre» Вы можете, конечно же, сказать «Не essaye pas de le comprendre» Глагол «essayer» очень многим знаком, он употребляется, кстати, с предлогом «de», надеюсь, вы это помните. И вот синемичная фраза «Не cherche pas à le comprendre» «Не пытайся его понять» «Il cherche à «me comprendre», он пытается меня понять» «То есть, «chercher à» и глагол означает «пытаться, стремиться», намереваться. «Cа не sert à rien de chercher à comprendre ma vie, parce que j'ai déjà du mal à la comprendre moi-même». «Не cherche pas à comprendre Pierre, il est comme ça depuis toujours» «Не пытайся понять Pierre, non такой всю жизнь» «Не cherche pas à comprendre Pierre, il est comme ça depuis toujours» «Je suis passé chez un qui est mari, Junior cherche à savoir ce qui se passe exactement» «Не le croyez surtout pas, il cherche à vous tromper» «Ни в коем случае не верьте ему, он пытается вас обмануть» «Не le croyez surtout pas, il cherche à vous tromper» «Или, il essaie de vous tromper» «Но часто вы услышите «il cherche à vous tromper» «Он пытается вас обмануть» «Ты уверен, что он пытается создать мне проблемы?» «Ты уверен, что он пытается вызвать проблемы?» «Парфois, мне кажется, что ты не хочешь а вывенеть» «Он, мне кажется, что ты только и пытается что ты мстит» «Парфois, мне кажется, что ты не хочешь а вывенеть» «Alors ты не знаешь, где они были?» «Нет, нет, я не знаю! «Я знаю не больше, что ты делать» «important, не попробуйся, не охщай менять и郊чай presenting твоя версия» «Corчай мне секунды со что articulate» «Он пытается меня забlasнуть красивыми словами» «Он пытается меня described» «ми секунды со плохими слов» «Он пытается вам ударить連 Planet» « Christopher PilmanTOL «Вы пытаются réussir資近 ש elevator reden» Они пытаются разрушить нашу семью. Они пытаются разрушить нашу семью. Я пытаюсь дать. Я пытаюсь тебе помочь. Нужно, чтобы ты это понимала. Нужно, чтобы ты это поняла. Вот такое необычное значение, но часто употребимое значение глагола «шерше». Что означает то же самое, что «essayer de faire quelque chose». Пытаться что-то сделать. Если вы раньше не обращали внимания на это выражение, сейчас, надеюсь, с помощью моих примеров и с помощью отрывков из фильмов, вы представили себе, как это употребляется, и будете уже обращать больше внимания, и будете уже distinguer, различать в речи это выражение. Ну и не только это. Надеюсь, вы не забыли еще другие выражения, по типу как «шерше медиа кятохзор» – «мудрить» и «шерше лапетит бет» – «придираться». Если вам понравилось это видео, обязательно помните, что я буду вам благодарна за лайки, за репосты, за ваши комментарии. Также, кто не в курсе, подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Ссылка сейчас указана на экране. Также она будет в описании под видео. И что еще? Что еще? Ну и подписывайтесь на мой канал в YouTube, если вы этого еще не сделали. Я продолжаю выкладывать уроки по изучению французского языка. И, соответственно, увидимся мы с вами через понедельник в следующем нашем видеоуроке. Всем большое спасибо за внимание. Merci beaucoup de votre attention. Et à la prochaine. Allez vous courage. Au revoir. Субтитры сделал DimaTorzok